Историческое событие. Впервые в Полевском состоялись столь масштабные соревнования по художественной гимнастике. В прошлом году также в мае прошел тестовый турнир и вот теперь на подведение итогов по окончанию сезона в Полевской съехались представители всех семи филиалов школы художественной гимнастики «Ты сможешь сам». Все гимнастки приехали для того, чтобы показать, чему они научились за год. Мы благодарим, что есть возможность родителям посидеть и посмотреть, как дети подготовились, как дети выступают, оценить их мастерство. Полевской местом проведения выбран не случайно. Именно в этом зале базируется один из полевских филиалов школы олимпийской чемпионки Ольги Глотских. И здесь очень удобно проводить соревнования. Несмотря на то, что для Полевского художественная гимнастика скорее какой-то экзотический вид спорта, уже довольно много девчонок выбрало для себя именно его. Да и родителям нравится. Красивый вид спорта. Я думаю, все согласятся. И очень здорово, что в Полевском появилась возможность тренироваться именно в нашем городе, не возить куда-то там в Екатеринбург. Конечно, здорово, что у детей есть такая возможность, что дети могут проявлять свои таланты. Потому что, наверное, в таком возрасте у нас в городе спортивные секции развиты мало. А здесь с возраста трех-четырех лет ребенок уже может выступать, может проявлять свои таланты. Девчонки выступали в двух категориях. Для начальной группы было ОФП, а гимнастки постарше и подольше занимающиеся этим видом выступали уже с профессиональной программой под музыку. У более опытных в программу входило и использование гимнастических предметов, и выглядело это гораздо зрелищнее. Немножко легче элементы по сравнению с детьми, которые постарше. Конечно, у них набор элементов более легкий, и для их уровня 4-5 лет он им под силу. Поэтому эти элементы они делают. Те, которые дети постарше, конечно, уже сложнее и программы, и элементы. Ну и построже мы их оцениваем. Борьба на соревнованиях шла серьезная, поскольку многие девчонки, в том числе и полевчанки, занимаются художественной гимнастикой уже более двух лет, и уровень их мастерства достаточно серьезный. Очень есть шикарные дети. Для меня я уже вижу их. Они постарше, конечно, немножко. И в будущем мы будем проводить летом в ближайшем уже сборы. Это такие интенсивные тренировки по 3-5 часов в день, чтобы дети максимально могли получить больше знаний и в сентябре уже выходить на новый уровень. Выступать перед публикой сможет далеко не каждый. Поэтому у некоторых гимнасток как раз из-за волнения получалось далеко не все. Многие участвовали в соревнованиях впервые и, выходя перед переполненным залом, терялись, забывали свою программу, которая, к слову сказать, у девчонок, несмотря на юный возраст, была довольно серьезная. Более опытные гимнастки чувствовали себя как рыба в воде. Кольцо двумя, прыжок со смены ног, комбинированное равновесие. И колесо. Трудная программа у тебя? Какой любимый элемент? Переворот. Сильно волнуешься перед выступлением? Нет. Что больше всего нравится в гимнастике? Почему именно этот вид спорта выбрала? Выступать. Нравится перед публикой, да? Танцевать красиво? Да. Волнуешься перед выступлением? Нет. В итоге полевчанки выступили очень достойно. Первыми в своих возрастах стали Софья Дулина, Александра Пьянкова и Анастасия Носкова. Серебро у Елизаветы Толмачевой, Василисы Ваккер и Таисии Сметаниной. Бронзу завоевали София Тюменцева и Мария Крутикова. Вообще, по итогам нынешнего сезона, более 40 девчонок выполнили юношеские 2-й и 3-й разряды. Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости 11 канала.